Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Философская Мини, его ведущий я, Дмитрий Круглых. И сегодня мы с вами продолжим говорить об этике рекламы, а конкретно поговорим о сравнении. Насколько оно допустимо, насколько оно недопустимо и связано с этим понятием войны брендов. Это когда бренды надевают на себя, скажем так, маркетинговую броню, идут на маркетинговое поле и там начинают друг с другом сражаться. Поговорим, насколько вообще это этично, а насколько это неэтично. Смотрите, в принципе, если мы посмотрим в Международный этический кодекс рекламы, то мы там сможем увидеть то, что дозволительно, если это были реально проведенные исследования. И, например, компания, которая заботится о вас, она вот действительно провела какие-то очень-очень хорошие исследования, сравнила действительно все бренды, все плюсы и все минусы. Но в нулевые годы особо этим никто и вообще этикой в целом никто не заморачивался. То есть, если помните рекламу, там показывали и Тайт, и Ариэль, и еще там какие-то были вот эти всякие разные порошки для стиральных машин, которые говорили, а вот по сравнению с другими остальными порошками, причем у них у всех была вот примерно какая-то одинаковая, абсолютно похожая реклама. И это их не выделяло, но я думаю, что вот здесь проблема заключается в том, что они проезжались по качествам других порошков, при этом не проводя никаких исследований. То есть, да, будет этично, если вы провели добросовестное исследование, поняли и сделали, что ваш товар лучше. Я могу сказать так, то есть, это позиция Международного этического кодекса. У меня здесь есть своя позиция, и я с вами тоже ей хочу поделиться. Вообще, в принципе, если это не троллинг, то топить конкурента – это не самая хорошая идея, потому что, понимаете, то есть, когда вы начинаете говорить, а вот мы-то лучше, а вот посмотри, а другие-то хуже, вот, понимаете, это не на всех сработает. То есть, такого рода стратегия, да, она, еще раз, и я это не устану повторять, в краткосрочных перспективах, да, действительно, оно может сработать. В долгосрочной это не работает от слова совсем, потому что, если мы говорим о людей, которые ведут домашнее хозяйство, то, о людях, которые ведут домашнее хозяйство, то через некоторое время они сами уже прекрасно знают, какие порошки хорошие, какие нехорошие, какие хорошо стирают, то есть, у них уже есть, условно говоря, своя база, то есть, они понимают, после чего белье садится, после чего белье не садится, какие порошки лучше брать, какие лучше не брать. Поэтому вот эта вот история, особенно со стиральными порошками, она была, ну, как по мне, достаточно провальная. То есть, да, в нулевые на этом можно было выехать. То есть, вот остальные порошки, они не очень хорошие, а вот только наш, он самый-самый лучший. Здесь будет еще более тонкая грань сравнения, то есть, когда вы в рекламу добавляете сравнительную степень, например, говорите лучше, чем другие, или же просто оставляете наш порошок, да, для стиральных машин, он самый лучший. Вот, понимаете, самый лучший, это уже тоже будет в любом случае некоторое сравнение. То есть, предполагается, что вы провели исследование, что вы сделали, да, и это исследование должно быть обязательно в открытом доступе. То есть, обратите внимание, если вы подобного рода проводите, да, или говорите, там, подобного рода заявления, да, особенно в рекламе, если вы хотите, чтобы ваш бренд ассоциировался с чем-то действительно стоящим, тот бренд, который отвечает за свои слова, то, конечно же, вам стоит тогда оставлять ссылку на исследование, либо, да, вот от этих превосходных степеней отказаться. И, скажем так, то есть, это может быть нейтральная реклама, которая не занимается сравнением вообще. И, как, на мой взгляд, вот, если честно, это моя субъективная позиция, это гораздо лучше, чем сравнивать или, что еще хуже, акцентировать на недостатках других. Вот как это можно аккуратно избежать? Если вы видите недостатки в других брендах, и если вы понимаете, что в вашем бренде такого нет, то самый верный способ – это просто выделить это. То есть, не показать, что вот, смотрите, у других нет, а у нас есть, или там еще что-нибудь, а вот показать, что вот у нас есть такое-то, да, то есть, показать вот это вот все и рассказать, то есть, при этом не, как бы не опуская, да, и самим не опускаясь до того, что вы вот с другим сходитесь в какую-то конфронтацию, тем более, если вы начнете прямо говорить про какую-то конкретную фирму, ну и так далее. Это если мы говорим про качество. Также еще имеется в виду и про количество. Те же самые нулевые года, если вы тоже очень активно помните, всякие, по-моему, фейри, там еще кто-то был, они себя рекламировали про количество, то есть то, что одна, вот это вот, да, условно, одна капля, я до сих пор помню эти рекламы, очень запоминающиеся, одна капля, и, значит, в холодной воде она сможет помыть, и у них, кстати, был интересный ход, я не помню точно это у фейри, или у какой-то другой компании, но у них было, что в наше помоют с помощью там одной капли, а другие с помощью двух капель. Так вопрос, зачем платить больше, зачем там переплачивать, ну и так далее. Вот здесь уже более такой, чуть-чуть более грамотный подход, то есть они говорят, да, наши конкуренты, они такие же классные, но если вы хотите сэкономить, то обязательно приходите к нам. У нас будет определенного рода экономия и с нами выгоднее. То есть от этого это раз. И точно так же будет, например, с вопросами ценообразования. Например, была, если я правильно помню, то ли у Льдорадо, ну, в общем, у каких-то вот, то ли Омвидео, то ли Техносила, что-то из электронных магазинов. И у них была абсолютно, ну, скажем так, неприемлемая реклама того, что у них цены дешевые, потому что у них там было что-то типа из серии Сергей Лох, потому что переплатил. Вот. И, соответственно, а вот у нас цены такие. То есть, да, я понимаю, что показывать, что низкие цены, да, это можно самым, да, таким верным, добрым, проверенным способом низкие цены. Или же, например, да, вот когда начинают говорить самые-самые низкие цены в городе. Я помню, было очень большое количество акций, что если найдете дешевле, то мы вернем вам деньги. Я, правда, ну, честно, никогда этим не занимался, но всегда было интересно, вот реально, если я найду дешевле. И здесь будет другой немножко вопрос, потому что сейчас время поменялось, уже время маркетплейсов, да, и вот вы сидите, соответственно, выбираете на маркетплейсах, смотрите, чья цена дешевле, кто ставит и кто делает меньше накрутку и при каких условиях. Возможно точно так же выезжать на том, что у вас дороже, каким образом при этом, да, если вы понимаете, что у вас дороже, и это обоснованно, то как раз можно выделять вот эти вот условия, по которым то, что дороже, получается выгоднее. То есть у вас, например, будет входить какие-то гарантии, годовая гарантия на обслуживание, если вдруг сломается или еще что-то. То есть вот эти вещи всегда тоже надо прописывать. При этом они ни в коем случае, но я уже говорил об этом, они не должны вводить в заблуждение. То есть, и опять же, вот когда начинаются вот эти вот все разговоры, что вот Анаш это лучше, чем все остальные стиральные порошки, то есть для того, чтобы проверить, таково ли это высказывание или нет, вам надо купить вообще все порошки для стиральных машин в мире и проверить, насколько это является правдой. Таким образом вас вводят в заблуждение. И вот если вы хотите, чтобы вас не вводили в вас в заблуждение, не ведитесь на это. Да, то есть, и, соответственно, не... Хорошо, конечно, сказал, да, что не ведитесь на это. То есть не ведитесь на то, что люди, которые не провели никаких исследований, они сразу начинают, да, вот другие бренды просто топить по автомату. Ну, такое себе, еще раз повторюсь, если вы провели грамотное, хорошее исследование, беспокоясь о потребителе, тогда да. Другой момент, то, как делают тоже ряд, например, недобросовестных компаний, они, например, заказывают рекламу у других, например, у блогеров. Но это такая, знаете, тоже история, потому что блогеры, например, могут сказать, что там это лучше, чем то. Вот здесь гораздо сложнее, потому что, то есть, мы не можем дифференцировать, мы не знаем, да, где эта реклама, где она была проплачена, где за это заплатили, где, соответственно, не заплатили как потребитель. То есть, да, по идее, здесь, опять же, надо рассматривать законодательства разных стран в мире по-разному, разное законодательство в сфере рекламы работает по-разному, поэтому здесь, как бы, вот таких, вот, знаете, то есть, общих каких-то советов, да, о том, что вот, ну, должна там стоять маркировка рекламы, но она не обязательно будет стоять. То есть, может быть, это вот они как-то вот втихую это провернули, сделали все так, чтобы это, соответственно, выглядело как настоящий обзор на какой-то товар. Здесь, еще раз повторюсь, что дифференцировать очень и очень сложно. То есть, и особенно если блогер, инфлюенсер, он как раз говорит о том, что вот это лучше, чем то, и мы сразу же начинаем к этому человеку прислушиваться. Не всегда, то есть, здесь, насколько блогер с вами честен и откровенен, то есть, не всегда бывает именно так. Вот, поэтому здесь просто надо быть аккуратнее и тоже, ну, просто смотреть то, что, скажем так, и за репутацией блогера в том числе. То есть, за этим надо наблюдать. Дальше. Такие очень агрессивные, например, способы сравнения или же отрицания конкурента. Я думаю, что вы все помните слоган «Квас Никола, пей Николу». Ну, скажем так, очень, с одной стороны, запоминающийся слоган. То есть, я понимаю, что все его преимущества, он запоминается, он въедается в голову. С другой стороны, если мы будем рассматривать именно с точки зрения, то, как бы, ну, да, «Квас Никола» — это «Пей Николу», но не потому, что «Кола плохая». То есть, вот здесь надо тоже, возможно, да, было это сделать как-то более элегантно. И в отличие, я, кстати, не знаю, кто выпускал «Колу», прошу прощения, «Николу». Надо посмотреть, кто ее выпускал, а то сейчас еще окажется, что «Кола» сама ее выпускала с надеждой на то, чтобы, скажем так, продвинуться в этом направлении. Тут тоже надо всегда смотреть производителя. Но вот в любом случае, если мы говорим даже просто с этической, еще раз повторюсь, точки зрения, это не очень красиво. То есть, если у вас есть действительно какое-то обоснование, у вас есть примеры того, почему у вас есть заключение, то да, здесь никаких проблем тогда не будет. Но если вы пытаетесь выехать на каких-то дополнительных, как в случае «Квас Никола», на каких-то дополнительных коннотациях, то есть, коннотация – это дополнительные значения, которые присущи слову. То есть, условно говоря, позиционирование того, что западное, западное – это нет, а вот отечественное – это да, это вот, соответственно, хорошо. Дальше. Очень часто бывают еще всякие разные фишки, например, на картах. То есть, соревнования брендов на картах, то есть, кто будет отмечен, это одна история, и я считаю, что на самом деле это очень-очень важно, чтобы бренды были отмечены так или иначе на карте. Но если вспомним, скажем так, было очень большое количество взаимоотношений «Бургер Кинга» и «Макдональдса», который ушел, вот, но в свое время, вот, когда существовал «Макдональдс», вот, а там у них был «Махач» с «Бургер Кингом», они очень долго друг другу противостояли, вот мы сейчас будем потихоньку переходить к понятию войны брендов, то есть, они начинали делать что? Они вешали друг, рядом друг с другом, вешали, да, сколько вот дойти до какого-то ресторана. То есть, если помните, там, «Макдональдс», они там писали, там, идти туда-то столько-то километров, или же, да, там, столько-то метров. Например, «Бургер Кинг» помещал свою рекламу и говорил, что настоящие бургеры здесь, и помещал стрелочку в другую от, понятное дело, «Макдональдса» в сторону, то есть там, где распространяется бургер, находится бургер. Тут, смотрите, какая интересная деталь, потому что я думаю, что вот эти вот войны брендов, они, в принципе, полезны обеим сторонам. То есть, вот когда мы уже говорим про какую-то конкурентную, то есть, допустим, «БМВ» и «Ауди», вот самые такие, «Кола» и «Пепси», ну, вот «Макдональдс» и «Бургер Кинг», вот самые большие, которые приходят в голову, то за их отношениями интересно наблюдать. Интересно смотреть, это, знаете, превращается в сериал, который повышает узнаваемость друг друга. Вот даже я, кстати, долго думал по поводу того, как можно относиться к рекламе «Бургер Кинга», когда, например, что типа Рональд... Скажем так, некто похожий на Рональда Макдональда, персонажа как раз вселенной «Макдональдс» пришел, приходит в «Бургер Кинг», там в такой шляпе, в плаще, и вот типа, чтобы его не увидел, покупает «Бургер Кинг». Как бы с одной стороны, да, не очень хорошо использовать достаточно известный бренд, но с другой стороны, это повышает известность и «Макдональдсу», то есть это признание, скажем так, оппонента, потому что вот «Бургер Кинг», он, в принципе, не может предоставить какого-то вот такого персонажа. Вот здесь как раз при представлении. И вот дальше людям периодически интересно смотреть, чем же ответит другая фирма, чем же ответит другая компания. То есть это превращается в такой обоюдный троллинг. То есть самое там прикольное для меня было, это когда, кстати, сейчас как раз скоро уже будет Хэллоуин, и я помню, была такая хэллоуинская реклама, например, с брендами «Кока-Кола» и «Пепси», я не помню, там была ситуация в том, что кто-то переодевался в другого. Ну, то есть там, условно говоря, «Кола», сверху типа костюм «Пепси». И потому что костюм чуть-чуть приоткрыт, там видно, что «Кола», например. Вот, и так далее. И вот фирмы, они вот таким образом на самом деле повышают узнаваемость как свою, так и друг друга. То есть своего рода это некоторая коллаборация. Обратите внимание, это то же самое, когда, например, два блогера в публичном пространстве начинают ругаться. У них тут же у обоих возрастают подписчики. А если они еще ответочку запишут? А если потом они еще на стриме на каком-нибудь встретятся? Вообще ж красота будет! Сколько хайпа, сколько ненависти. Друг на друга они смогут вылить. Я как-то смотрел какой-то, значит, одни записали разбор какого-то другого видео. Потом, значит, те люди записали разбор того видео. Эти, значит, смотрели разбор на свое записанное видео. Ну и так далее. То есть в какой-то момент, слава тебе, Господи, это прекратилось. Потому что в любом случае кто-то должен делать паузу. Но в случае брендов это не заканчивается. И вот пока бренд существует, пока он конкурирует, ему даже выгодна вот такая вот коллаборация с другим. Потому что тот же самый, например, колла, когда делает какую-то рекламу против Pepsi, то естественно, какую-то конкретную рекламу против Pepsi, то естественно, что мы вспоминаем тут же и про Pepsi. То есть точно так же, как у нас существует бренд Coca-Cola, точно так же мы знаем, что узнаваемый достаточно бренд Pepsi-Cola. Вот, поэтому здесь вот эти вот, скажем так, подобного рода коллаборации с конкретными оппонентами, они допустимы и они этичны. То есть пока вы не переходите, ну скажем так, некоторую границу, какую-то абсолютно отвратительную или же начинаете это всерьез. То есть когда это происходит в маркетинговом поле, здесь все хорошо, но когда это перерастает в какие-то уже неприятные баталии, то здесь точно так же могут потерять две компании сразу. То есть об этом тоже надо помнить. Из хороших примеров, мне, например, очень в свое время была какая-то реклама, я не помню реклама чего, но там было типа из серии «Приносим извинения нашим конкурентам», мы открылись. Вот это как раз на самом деле хорошо, потому что какого-то сравнения нет. То есть обратите внимание, как такового сравнения нет. Есть сразу извинения и есть позиция силы, то, что бренд сильный и подобным образом он заявляет о себе. Не говорится о недостатках других, говорится о собственных преимуществах и приносится изменения. Вот это вот достаточно красиво и достаточно интересно. Ну, а вы, если вам понравился данный ролик, обязательно пишите, может быть, потому что я, естественно, не могу каждую рекламу помнить. Может быть, вы какую-то рекламу вспомните, тоже сравнение, может быть, она очень-очень классная или, наоборот, вам она не понравилась, обязательно пишите. У меня там есть телеграммы разные. Тоже можете туда заходить. Там периодически я выкладываю и о рекламе тоже, но в основном у меня там все-таки больше по философии, по Японии и по Азербайджану. Вот три телеграм-канала, которые у меня есть. Точно так же вы можете подписаться. У меня там есть всякие разные курсы про мифы и сказки. Рассказываю, читаю по философии, веду занятия по японскому языку. Там есть карта для донатов. Если захотите, вот можете мне подонатить на эту карту. Если не хотите донатить, оставьте себе или пожертвуйте в какие-то благотворительные фонды. Это всегда тоже хорошо. Ну а я с вами прощаюсь. И да, обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы я был лучше, чем мои конкуренты. И до новых встреч. Увидимся на этом канале. Пока-пока.